В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Жители с заболеваниями щитовидной железы жалуются, в аптеках нет лекарств, чиновники проблем не видят. Наша редакция отправляла обращение зрителей с различными заболеваниями в департамент здравоохранения. Сегодня в программе мы озвучим ответы. Финал громкого дела о стрельбе у клуба «Рокко». Второй касационный суд рассмотрел жалобы Анатолия Грудистова и отца убитого Фазиля Балаева. На пленарном заседании областной думы решали лишить депутата Сергея Шестухина мандата. Здесь серьезный вопрос, я считаю, что мне, наверное, нужно было бы как-то подготовиться, объясниться. Случилась ли парламентская полемика или это было единодушное решение? Об этом нашим материалем. Граффити в аптечном переулке. Чем этот образец уличной культуры не угодил чиновникам мэрии? Данное граффити, как и любой, наверное, другой рисунок, по сути является нестанционированной надписью. В четверг все граффити в центре города взяли на карандаш. Зачем? Об этом совсем скоро. Как проходили обряды сватовства и венчания в 19 веке? Невозможно было жениху и невесте расстаться без скандала. В музейно-выставочном центре открылась выставка свадебных атрибутов из личных коллекций ивановских фабрикантов. В прямом эфире с вами Наталья Сергеева. Здравствуйте. Теперь об этих и других темах подробнее. Ну а начнем с ЧП в Юже. В четверг в середине дня там загорелся частный дом на улице 5-й рабочей. Пламя заметил случайный прохожий и вызвал пожарных. Из горячего дома самостоятельно смогла выбраться бабушка. Она сообщила пожарным, что там остался ее трехлетний внук. Мальчика спасти не удалось. Нет лекарств от заболеваний щитовидной железы, эпилепсии, астмы. В нашу редакцию поступила целая серия подобных жалоб. Их мы отправили в департамент здравоохранения. В нашу телекомпанию поступили десятки обращений от жителей Ивановской области, которые не могут приобрести жизненно важные препараты. Все обращения мы перенаправили в департамент здравоохранения, чтобы получить официальные ответы. Давайте с ними ознакомимся. В документе подчеркивается, розничная торговля не относится к полномочиям департамента. Речь будет идти именно о жизненно необходимых препаратах, которые отпускаются по рецептам. Например, сыну Надежды Дмитриевны положен панкреатин. В аптеках отвечают – льготного лекарства нет. Уже второй месяц он покупает, прошел счет. И когда еще выгодят, ничего не понятно. Вот буквально недавно не было у него лекарств. То есть перебой какой-то был. Так он неделю у меня кашу маму на воде ел. Дошнет, все болит. В департаменте здравоохранения ответили – проведены конкурсные процедуры по закупке льготного панкреатина по федеральной программе. Госконтракт находится на стадии подписания. По региональной программе на дату рассмотрения предложений от поставщиков не было подано ни одной заявки для участия в аукционе. Аукцион признан несостоявшимся и выставлен повторно. 1 апреля 2022 года состоится подведение итогов. В случае, если аукцион будет признан состоявшимся, планируемое время поставки – апрель 2022 года. Целый ряд жалоб от жителей заболеванием щитовидной железы. Нет ни российских, ни зарубежных препаратов. Депздрав напомнил – лекарство с действующим веществом левотероксин натрия – спускается несколькими заводами с различными торговыми наименованиями. На 23 марта 2022 года в интернет-аптеке «Здравсити» в наличии имеются лекарственные препараты различных дозировок с торговыми наименованиями «Эутерокс», «Эльтероксин Берлин Химии», «Эльтероксин». Почему-то ведомство приводит данные недельной давности. Заходим на сайт, указанный в ответе интернет-аптеке. Того же «Эутерокса» нет в наличии. Мы связались с консультантом, получили ответ – лекарства нет ни в аптеках, ни на складах. Наша зрительница Светлана Эриховна говорит, у нее осталась одна упаковка. Пьет таблетки через день-два, хотя нужно каждый день. Ни в одной аптеке нет. Пять аптек обошла, и ни в одной нет. Говорят, что поступает, а одна-две пачки, и все, их тут уберут. Если долго не принимать, то может быть кома. То есть отказывается сердце работать, почки, в общем, идет, потому что это гормональный препарат, идет дисбаланс, полнейший, вплоть до комы. Вбиваем именно «Эутерокс» в поиски на сайте по аптекам Иванова. Получаем, две упаковки есть в одной аптеке на Кохомском шоссе. «Элтероксин» в трех. Там от 20 до 40 упаковок. В аптеке на проспекте текстильщиков нам подтвердили – таблетки действительно есть в наличии. Много вопросов поступило от больных эпилепсией и астмой. Однако об этом в ответе на наш запрос и вовсе не говорится. Вопросы так и не сняты. Мы вновь обратились в департамент здравоохранения. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». 31 марта прошлого года под упавшими создание политеха кирпичами на улице 8 марта в Иванове погибла студентка Настя Нажимова. Прошел год. Слушания по делу начались в январе. На скамье подсудимых по-прежнему лишь бывший завхоз Сергей Халезов. Родственники погибшей девушки считают, что дело необходимо отправить на дополнительное расследование. Дело о гибели 20-летней Насте Нажимовой рассматривают в Октябрьском суде с конца января. Напомним, в конце марта прошлого года создание политеха рухнул кусок фасада, убив проходившую мимо студентку. Сергей Халезов, завхоз Политехнического университета, обвиняется по статье «Халатность». Евгения Румянцева, ректора вуза следствия, так и не привлекло к ответственности. Несмотря на то, что мама погибшей девушки считает, что виноват в случившемся, в том числе руководитель учебного заведения. Напомню, также ранее в интервью местным СМИ он говорил, что лучше будет ремонтировать аудитории и туалеты, чем старые фасады аварийных зданий политеха. Завхоз Сергей Халезов вину не признает. Адвокаты подсудимого настаивают, что он должен быть полностью оправдан. Ректор Евгений Румянцев и его заместитель Елена Никифорова пока не допрошены. Следующее заседание намечено на середину апреля. Родственники Насти считают, что дело необходимо отправить на дополнительное расследование, чтобы привлечь к ответу всех виновных в произошедшей трагедии, а также выяснить, почему на этой части здания не было защитной сетки, в то время как с южной стороны она висела. Печальные новости. На 1976 году ушел из жизни бывший член Совета Федерации от Ивановской областной думы Владимир Бачков. Владимир Михайлович Бачков родился в Иванове в семье служащих. Окончил финансово-экономический институт и Горьковскую высшую партийную школу. Возглавлял комбинат Иваново-Горхлеб. Впоследствии занял должность генерального директора совхоза Тепличный. Неоднократно избирался депутатом районного и городского советов народных депутатов. Был в должности председателя комитета Ивановской областной думы по бюджету, финансовой и налоговой политике. Являлся членом Совета Федерации от Ивановской области. Владимир Михайлович награжден орденами за вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Почетный гражданин города Иваново. Прощание с Владимиром Бачковым состоится 2 апреля в Успенском кафедральном соборе. В четверг 2-й Кассационный суд общей юрисдикции в Москве рассматривал жалобы на приговор Ивановцу Анатолию Грудистову. Он был признан виновным в убийстве и уже отбывает наказание в колонии. Судебное заседание проводилось на двух площадках с использованием видеоконференц-связи в Московском суде и в Ивановском областном. Здесь присутствовали и адвокаты, и потерпевшиеся Медин Балаев. Видеосъемку 2-й Кассационный суд нашей телекомпании запретил. Разрешил только присутствовать и вести аудиозапись. Напомним, на первом процессе Анатолия Грудистова посчитали виновным в непредумышленном убийстве. Он оказался на свободе. Этот приговор отменили. По итогам второго процесса убийство признали умышленным. Грудистова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. После апелляционных жалоб срок снизили до 7 лет. Кассацию обратились и Анатолий Грудистов с адвокатом и потерпевшие. Вы считаете, что это маленький срок? Это, конечно, маленький срок. Если человек вызывают, он сам диктует, говорит, меня друг вызывал, мои подруга убивают. Я тоже взял пристрелять, пошел убивать. Так же в уходе. Это уже по-зверски в уходе. Грудистов и адвокат Олег Бибик настаивали на отмене приговора и необходимости еще одного судебного процесса. Тот, что был, они называли дискредитирующим правосудие. Основной довод решения о предумышленном убийстве выносилось ангажированными присяжными. В нарушении закона некоторые были знакомы между собой и ранее уже участвовали в процессах с тем же обвинителем и судьей. Мы уже говорили о том, что для нас совершенно безразлично 8 лет, или 7, или 5, или какой-то иной срок. Важно другое. Приговор был постановлен судом на основе грязного процесса, сопровождавшегося грубейшими нарушениями закона, выпиющими примерами давления на присяжных и нарушения прав Анатолия Николаевича Грудистова на защиту. Рассмотрев кассонные жалобы, суд оставил в силе прежнее решение по делу Грудистова. 7 лет колонии строгого режима. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». Ну и по нашей информации, возобновлено расследование уголовного дела в отношении Самеддина Балаева за неуважение к суду. В начале февраля Следственный комитет закрыл дело за отсутствием состава преступления. Однако прокуратура отменила это решение. Напомню, еще в сентябре на заседании по делу Грудистова отец убитого устроил дебош. Полиция забрала скандалиста в отделение. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело. За неуважение к суду Балаеву грозит штраф, обязательные работы или арест на срок до полугода. Утром в четверг в Иванове произошло сразу несколько аварий. На улице Ташкентской тройное ДТП, в котором перемешались автобус, маршрутка и легковой автомобиль. По словам очевидцев, столкновение произошло, когда автобус стал резко отъезжать от остановки. Следовавшая за ним Калина не успела затормозить и вышла навстречу, где налетела на микроавтобус. Пострадавших нет. Еще одно ДТП случилось на улице Кукунковых. По предварительной информации, водитель красный Рено Сандера не справился с управлением из-за скользкой дороги. Зацепил газель и врезался в стойку дорожного знака. Впереди короткая реклама. И вот что смотрите после нее. На пленарном заседании областной думы решали лишить депутата Сергея Шестухина мандата. Здесь серьезный вопрос. Я считаю, что мне, наверное, нужно было бы как-то подготовиться, объясниться. Случилась ли парламентская полемика или это было единодушное решение? Об этом в нашем материале. Как проходили обряды сватовства и венчания в 19 веке? Невозможно было жениху и невестеру остаться без скандала. В музейно-выставочном центре открылась выставка свадебных атрибутов из личных коллекций ивановских фабрикантов. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Это новости губернии и мы продолжаем. Депутаты областной думы рассмотрели представление прокуратуры о лишении Сергея Шестухина депутатского мандата. Мнения народных избранников разделились. Сам теперь же бывший депутат был не согласен с формулировкой. Как все было, расскажет Ирина Афонина. Лишение народного избранника статуса депутата – случай весьма редкий. В четверг на пленарном заседании это случилось. Сергей Шестухин, избранный по Шуйскому одномандатному округу, был этого самого мандата лишен с формулировкой, как утративший доверие. Причем нарушил Сергей Анатольевич закон в 2018 году, как раз после выборов. 17 марта в Ивановскую областную дому было внесено представление прокуратуры Ивановской области по факту нарушения депутатом Сергеем Анатольевичем Шестухиным требований законодательства противодействия коррупции, а именно предоставления заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах за 2018 год. Затем вопрос рассматривался соответствующей думской комиссии, которая следит за достоверностью декларации. Запросили в прокуратуре дополнительные материалы. Достаточно объемные, подробные, с опросом свидетелей и других лиц, которые причастны к данному правонарушению. Сергей Шестухин с выводами и формулировкой не согласился, но 31 марта, в день пленарного заседания, написал заявление о добровольном сложении полномочий. При этом, конечно, я не собираюсь сейчас оспаривать эту ситуацию, поскольку сам я написал заявление о сложении полномочий, поскольку не вижу себя дальше в действующей конструкции политической. Напрягала формулировка. Депутаты от КПРФ поддержали коллегу. Наверное, прежде всего мы рассматриваем Сергея Анатольевича не как государственного чиновника, а как нашего коллегу, как депутата. И формулировка, которая присутствует в постановлении о прекращении полномочий в связи с утратой доверия, я считаю, она некорректна. Так как у меня лично, как депутат Шестухин Сергей Анатольевич, никакого доверия не утратил. С прокурорской формулировкой согласились 18 депутатов. Шестеро проголосовали против, двое воздержались. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Тейковская прокуратура возбудила в отношении директора Ивановского МОПС и ЖХ административное дело. Это связано с пожаром на мусорном полигоне Залесье. После выхода в нашей программе материала о возгорании на свалке, надзорный орган провел проверку и нашел ряд нарушений, которые были допущены при захоронении твердых бытовых отходов. В частности, сотрудники полигона не изолировали мусор достаточным слоем грунта, что обеспечило доступ кислорода к очагу возгорания. Кроме того, в Залесье привозили предметы, утилизация которых на таких объектах запрещена. Например, автомобильные покрышки. В результате этого на свалке периодически происходит возгорание. Площадь последнего пожара составляет порядка 500 квадратных метров. В адрес директора МОПС и ЖХ внесено представление. Кроме того, в отношении Сергея Гущина возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области окружающей среды при захоронении отходов. Сотрудники Ивановской мэрии пересчитают незаконное граффити на городских зданиях и потребуют от собственников привести фасады в порядок. Один из таких рейдов прошел в четверг. Чиновники проинспектировали переулки Степаново и Аптечный, а также улицы Палехскую и Красной армии. Традиционно от рук вандалов страдает именно центр Иваново. Все подробности у Сергея Веселова. Аптечный переулок, 19-й дом, сразу за торговым центром Воздвиженка. Это граффити украшает одну из стен. Образец уличной культуры выглядит вроде бы и неплохо, но с точки зрения чиновников мэрии такие рисунки недопустимы. Это данное граффити, как и любой, наверное, другой рисунок, по сути является несанкционированной надписью. А несанкционированное нанесение надписью у нас запрещено. Что касается данного здания, то здесь надписи несанкционированные появляются, ну, просто на регулярной основе. То есть буквально собственник закрашивает и через один-два дня, неделю надписи появляются опять. Такие художества – административное правонарушение. Для тех, кто их сделал, предусмотрена ответственность, а для собственников зданий – это главная боль. На хулиганов они повлиять не могут, а устранять надписи обязаны за свой счет. То есть перекрашивать фасады. Иногда делать это приходится неоднократно. Влетает в копеечку, но ничего не поделаешь. Власти города следят за тем, чтобы улицы имели приглядный вид. Зима закончилась, и сейчас самое время для того, чтобы привести фасады в порядок. Для тех, кто не хочет этого делать добровольно, предусмотрена ответственность. Ответственность есть, она предусмотрена статьей 6.22 закона Ивановской области об административных правонарушениях. И там предусмотрен штраф от 1000 до 300 тысяч рублей. То есть штрафы достаточно большие. Но главная цель даже для самих собственников – это не уклониться от штрафа или избежать его, а главное – привести свое здание в нужное состояние. Впрочем, муниципальный контроль пока не злобствует. Цель этого рейда – оценить, как сейчас выглядят стены, пересчитать художество и уже потом проводить работу с собственниками. Как поясняют чиновники, большинство замечаний владельцы исправляют добровольно. До штрафов не доходят. Решать проблему предлагают комплексно, в том числе обращаться в полицию. Большинство зданий сейчас оборудованы системой видеонаблюдения. По записям можно установить личности хулиганов и уже потом предъявить счет за нанесенный ущерб либо самим художникам, либо их родителям. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Как проходили обряды сватовства и венчания в XIX веке? В музейно-выставочном центре в Иванове открылась выставка, где представлены свадебные атрибуты и фотографии из личных коллекций ивановских купцов и фабрикантов. Марина Зенина познакомилась с экспонатами поближе. Основой выставки стали личные архивы Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Фабрикант был женат дважды. Первая избранница рано умерла, оставив ему четверых детей. Вторую нашла ярославская сваха. Здесь именные приглашения на сговор, свадьбу, торжественный обед. На каждой карточке целая каллиграфическая миниатюра с витьеватыми шрифтами, орнаментами и цветочными гирляндами. Рядом опись, приданного по пунктам. На стенах фотографии со свадебных банкетов дочерей Бурылина. По этим фотографиям можно судить о свадебных обычаях. Например, о том, как выглядела невеста и ее подружки. О том, где происходил свадебный банкет. Уникально, что свадебный банкет дочери Софьи проходил в самом здании музея. На этой стене копии гравюр из французских журналов 19 века. Они хранятся в запасниках музея. Франция и тогда была законодательницей мод. Женщины следили за трендами и шили похожие платья. Перед торжеством девушки наряжались. Кроме основного наряда надевали перчатки, брали радикюль, веер из трусиных перьев. Также пользовались кремом и пудрой. На свадебные столы выставляли яркий поповский или более изящный гарднеровский фарфор. Такой был даже у императора. Венчание проходили в церкви. Врачующихся благословляли. Жениха иконой спаса, невесту ликом Богородицы. После церемонии образы отправлялись во вновь созданную семью. Как правило в церкви над женихом и невестой держали вот такие венцы, похожие на короны, увенчанные крестом. Если на брачном венце жениха было изображение спасителя, то на брачном венце невесты изображение Богородицы. Большинство браков заключались не по любви. Чаще пару подбирали родители. При этом официально развестись в 19 веке было сложно. Но некоторые все-таки расставались, оставаясь в браке. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Из-за закрытого воздушного пространства над Европой приостановили продажу авиабилетов из Иваново в Калининград и обратно. Рейсы пока выполняться не будут. Перевозчик технически не готов летать. По более дальнему маршруту. Через Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. И увеличивать время в пути на один час. Когда рейсы запустят, пока не ясно. Для возврата денежных средств за купленные билеты пассажиры могут обратиться в авиакомпанию «Руслайн». В Сочи полеты по-прежнему выполняют каждую субботу. А с мая авиарейсы туда будут совершать во вторник и в субботу. Ну и далее новости синоптиков. Расскажем о погоде. Счастье в каждый дом. Трать меньше, готовь вкуснее. Ведь с 1 по 10 апреля в Унидоме на все сковороды оптовые цены. В пятницу в нашем регионе ожидается облачное с прояснениями погодом. Температура воздуха днем в районе 0 градусов. Ветер северо-восточный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, нас ждут осадки в виде дождя и мокрого снега. Без существенных колебаний температуры. И к этому часу все. Напоминаю, текстовые фото и видеосообщения в нашу редакцию вы можете отправлять по номеру телефона, который видите на своих экранах в любой из мессенджеров. Информационные итоги дня подведем уже в 20 часов 30 минут. Увидимся.